В июне этого года Александру Куликову должно исполниться 82 года. Однако в своем почтенном возрасте он не теряет интереса к жизни и даже более того, пишет книги. Родился Александр Кузьмич в героическом Сталинграде, а в Рязань переехал по распределению более 50 лет назад для работы на заводе сам и был поражен тем, что узнал о знаменитых рязанцах. Вообще удивился, ведь я попал на родину Царковского. А уже здесь я узнал, что, оказывается, в Чодорфе есть рязанец знаменитый. А потом с Аксеновым меня судьба познакомила. Оказались мы с ним вместе, только параллельно учились летать. Он на Украине, а я в Казахстане. Вот. Прикипел, как к Сенову, немножко. А потом вот, когда мне Игорь Александрович Мурак подарил эту книжку, им очень удалось хорошо написать вместе вот Александр Огарев. Тут такой материал был, о котором я не знал. Я, конечно, появилась мысль о всех рязанцах собрать. Александр Куликов уже писал в своих книгах о героических летчиках. А труд «Край рязанские многолеки» решил посвятить знаменитым рязанцам. Оказалось, что около трети его стихов из этой книги посвящены нашим землякам, связанным с космосом. Конечно, первым в этом ряду стоит Константин Салковский. Слыл романтикам небесным всюду, дома, на селе. Мир земной казался тесным и тянуло к синеве. Был настойчив, расторопен, наблюдателен юнец, трудоголик. Часто в поте увлечен мечтой молец. Он доказывал упрямо. Верил, твердо говорил. На земле нам места мало. Доберемся до светил. Свои стихи Александр Кузьмич посвятил и рязанцу Александру Прокоповичу, инструктору Юрия Гагарина, и Владимиру Аксенову, и мало кому известной Жанне Йоркиной. Я о ней не знал раньше. Вот, значит, с рядовых до майора дослужила. Так и не полетала, только мечтала. Не состоялись вот эти вот женщины, женский экипаж. Ну вот этих, видимо, не знают рязанцы. А ведь это наши люди, непобедимые. Это уже конструктор ракет. Вот Филин тоже из рязанских кровей. Стихи Александра Куликова, как правило, являются поэтическим переложением реальных событий. Так что рязанцы имеют возможность узнать больше о знаменитых земляках. Поэт свое творчество называет гражданским. С его точки зрения поэзия должна быть практичной, а не абстрактной. В его ближайших планах написать произведения, посвященные сельскому хозяйству Рязани и его работникам. Ну что ж, пожелаем удачи автору и поздравим всех с Днем космонавтики. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».